всем привет дорогие друзья давно не виделись с вами рад вас приветствовать на нашем канале нейтан ну не буду сильно затягивать как вы поняли из названия вас ожидает целый цикл роликов где мы поступательно шаг за шагом от и до расскажем вам все этапы выращивания и переработки черной львинки так как они происходят технологическом процессе с раскрытием каких-то секретов которые раньше не могли раскрывать вот я думаю это многим будет полезно и интересно скажу почему мы вдруг решили это все прям показать и рассказать так открыто ну во первых потому что у нас разработана совершенно новая технология производства вот мы наконец-то доделали описали испробовали и там совершенно другие более ну мы не знали что уже бывает конечно более что-то оптимизированное но еще оказалось что можно еще кое-что оптимизировать и это в разы дает результаты вот теперь мы будем работать с той технологией соответственно но при строительстве крупных производств а эту технологию которую мы использовали на нейтане и позже мы ее уже можем открыть это уже устаревшая технология но хотелось бы все-таки отметить справедливости ради что некоторые истории там но производственные решения какие-то инженерные и так далее я думаю сами поймете какие все-таки мы защитили авторским правом вот поэтому так сказать своеобразный договор оферты мы с вами сейчас подписываем о том что вы конечно мы вам даем разрешение использовать эти решения для своего кого-то маленького подсобного хозяйства или там на 100 килограмм личинки вы будете выращивать 200 если вы решите использовать эти технологические решения в том виде в котором они описаны как бы патентных документах для создания там крупного промышленного производства во первых вам скажу что это уже не самое оптимальное решение если хотите очень оптимальное решение обращайтесь вот но если вы решите это использовать конечно да вы подпадаете под защиту авторских прав имейте это в виду так или иначе ну давайте оставаться людьми да мы сейчас скорее помогаем этим решением тем кто не может себе позволить купить курс или еще что-то вот пожалуйста берите используйте возможно вам это поможет и так что же будет в этом цикле в этом цикле мы с виде инсектария немножечко погрузимся вот потом поговорим с вами про то как вырастить свой первый маточник потом мы поговорим с вами про то как правильно собирать яйца делать приманки как правильно работать в инсектарии как правильно выпускать мух чтобы они не вылуплялись прямо в сетке все таки они туда залетали уже какие мы решения предлагаем и как и почему это работает это наши так сказать уже такие разработки давнишние мы давно это используем по-другому уже не представляем как это сделать а потом расскажем вам про сбор из про инкубацию и потом как сократить цикл выращивания личинки то есть площадь да то есть как проходит выращивание личинки там на первых днях на последующих днях потом мы расскажем про то более подробно как готовить личинку в переработке как и перерабатывать методом и свече наверное да как кормить то есть проговорим все 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 этапы вот я уверен что этот цикл вам очень понравится ну по крайней мере многие найдут там ответы на вопросы на которые ну давно не могли найти да и спрашивали и так далее а мы где-то не могли рассказывать какие-то моменты сейчас мы конечно можем рассказать вот поэтому давайте наверное мы начнем с того что в этой серии чуть-чуть затронем тему инсектария какие же условия первую очередь надо соблюдать инсектарии так ну что же давайте мы начнем с того что какие же требования все-таки давайте зафиксируем какие же требования надо соблюдать в инсектарии если это сделал какие пометочки поэтому буду поглядывать так ну что под инсектария мы понимаем с вами или помещение или какое-то сооружение да где у нас выращивается муха то есть где живет муха где она спаривается где она откладывает яйца то есть это вот место жительства мухи то есть ей там должно быть комфортно ее должно все провоцировать чтобы спариваться чтобы откладывать яйца и после откладки яиц она там должна благополучно погибать вот вне зависимости от того какую технологию инсектарии из последующих которые мы будем рассказывать там следующей серии вы выберете условия для содержания мух должны быть одни и те же и они завязаны на три позиции цвет влажность температура и немножечко вентиляция мы зацепим эту тему но все же она не имеет такого большого значения именно в инсектарии хотя мы о ней немножечко поговорим и что же давайте начнем тогда про температуру температура в инсектарии должна поддерживаться на уровне 29-32 градуса цельсия я надеюсь уже многие из вас просто знают это да потому что каждый раз мы начинаем каких-то таких базовых вещей запомните 29-32 почему не ниже если температура будет ниже муха будет сидеть она не будет летать ей не охота ей холодно она не особо хочет двигаться при температуре там 27 28 градусов 29-32 это температура при которой муха активно двигается то есть она летает если температура будет выше чем 32 градуса мухе будет жарко она просто сядет опять же или вниз инсектарии или сетки или там сооружение будет сидеть внизу потому что ей уже жарко она будет зажариваться поэтому 29-32 какие же технологии подогрева можно использовать при создании инсектария если мы говорим про подогрев давайте сразу вам с вами оговоримся что ни в коем случае нельзя использовать инфракрасные источники тепла то есть я сейчас говорю про инфракрасные обогреватели как здесь на картинке суть в том что такие обогреватели они нагревают не воздух они нагревают предметы это не единожды мы эту ошибку встречали даже не 10 раз мы встречали эту ошибку ставят такой обогреватель думаю что и нагрелась нагрелась клетка нагрелась сетка нагрелись мухи нагрелась приманка нагрелась яйцесборники нагрелась все что угодно только не воздух вот то есть воздух при этом но становится холодным нагревается даже термометр и показывает сверх температуру после чего выключается обогреватели мухи не летают мухи не спариваются и так далее никаких инфракрасных обогревателей есть какие-то другие решения инфракрасные источники тепла там лампы какие-то радиаторы инфракрасные не знаю ребят лучше избегайте свой инфракрасного потому что она нагревает предмет и нагревать нам надо воздух для нагрева воздуха вы можете использовать если это инсектарии скажем так но помещение да и у вас есть газ я бы отлично рекомендовал тогда использовать батареи радиаторы которые но тебя на газовом на газовом отоплении или там на неважно каком на пилетах на дровах неважно какой-то обогрев батареями и догревать всю эту историю кондиционером вот это оптимальное решение по затратам если просто греть кондиционером но дороговато выходит по электричеству единственное обратите внимание при покупке кондиционера что есть кондиционеры которые до тридцати двух градусов нагревают температуру воздуха их не так много обращайте на этот параметр кондиционеры в основном не дотягивают плюс 18 спасибо и вы ничего с ним сделать плюс 32 чтобы он грел и основной обогрев тогда радиаторами батареями догрев кондиционером также кондиционер хорош тем что когда у вас очень много мух становится в инсектарии температура очень повышается муки очень повышают температуру поэтому вам надо будет их и охлаждать а тем более летом и мы с этим сталкивались от нескольких теплых регионах где кондиционер прям работал на охлаждение потому что проветривать даже бесполезно в жару вот ну как-то вот так поэтому кондиционер нужен но только им греть но это такое если же используются инсектарий который сделан там и спиноплекса или какой-то на изолированную от вас нет помещения для инсектарий подвал сарай вы не можете его целиком греть вы будете греть делать какой-то спиноплекса инсектарий как вот мы делали и вам надо его греть там можно использовать два вида обогрева это или лампы накаливания как мы использовали в свое время когда вот походные делали свой такой инсектарий давным-давно но скажу вам сразу во первых они меняют эффекта света немножечко вмешиваются в четыре тысячи келленов других ламп которые для света созданы там во вторых они достаточно быстро горят влажность повышенная опрыскивание то есть лампа накаливания долго не выносит истории часто заменять но для кого-то это решение ну и мухи там крылья немножко поджигают на них на тур скорее мелочи вот что же еще можно использовать в таких инсектариях можно использовать термо коврики термошнуры все что используется в терроре у мистики и она доступна она недорого поэтому такие регуляторы температуры вполне допустимы вот я думаю что на этом этапе ну вроде бы я все такое с большего рассказал если будут вопросы пишите в комментариях ну дополню или отвечу в комментариях или дополню следующих видео теперь же что касается освещение инсектария ну много раз говорилось но видимо приходится каждый раз заново все проговаривать вот освещение инсектария несет особую нагрузку потому что при неправильном спектре света при неправильной мощности света муки не будут спариваться при более холодной температуре давайте так вот шкала да то есть основной свет должен быть 4000 кельвинов это спектр света который соответствует природному спектру света когда муха наиболее активна в природе вот если мы говорим про варианты источников света это могут быть как светильники это могут быть как светодиодные ленты это могут быть какие-то другие источники и варианты главное чтобы это было 4000 кельвинов и давайте так из мощности 60 ватт на метр квадратной поверхности то есть если у вас сетка сверху да то есть мы смотрим вот квадратный метр 60 ватт лампа на квадратный метр если мы используем такие вот прямоугольные как на картинке то вешайте 2 рядом я не знаю но много света не будет точно здесь не стоит заморачиваться но достаточно 4000 кельвинов 60 ватт на 1 метр длины сетки вот так помечаем вот ну так же стоит отметить что в интернете есть различные решения ламп которые якобы предназначены специально для инсектария в поворачивании черной львинки это светодиодные лампы там где какой-то набор светодиодов они стоят каких-то космических денег скажу так был у меня опыт в одной из европейских стран когда мы строили производство может приехали там уже куплены были такие лампы муха не очень хорошо себя вела с ними скажу откровенно то есть когда мы просто повесили сначала довесили а потом просто заменили во всем инсектарии лампы на просто обычные светодиодные 4000 кельвинов муха показала намного лучше результат вот хотите верьте хотите нет но это десятки раз дешевле решения десятки раз проще они заменяются в дешевле десятки раз так качественнее оказалось поэтому но мы таким лампам говорим нет это дорого и ну не показала свою не подтвердила свою дееспособность главное нужно что еще хотелось бы обратить внимание все-таки еще раз повторить что все электроприборы в инсектарии должны быть защитой пи-65 чтобы не было у вас такого рода неприятно так на этой истории вроде бы по свету я рассказал все если опять же будут какие-то вопросы я прям на самом деле рассказываю так вот головы такой вводный урок мы еще ко многим моментам вернемся на каждом из этапов вот но такой базовую информацию хочется дать вводном уроке ну что же и давайте поговорим наверное про влажность влажность в инсектарии имеет не ну скажем так не самое первое самое важное значение но очень немаловажное значение давайте расскажу почему ну во первых давайте сразу начнем что влажность в инсектарии должна быть в районе 60-75 процентов ни в коем случае давайте заречемся навсегда и не будем больше возвращаться к этому вопросу никакие увлажнители воздуха туманообразователи другая сеть по-другому назвать это не могу не работает не нужно от слова совсем единственное что надо в инсектарии это брызгать мух это я знаю там сейчас ребятам и сообществе там производить мы даже не брызгаем ну там понимать влажность как хотите муха не ест она может только пить берется или какой-то просто опрыскиватель садовый накачивается опрыскиваются сетки чтобы на них повисли капельки и муки пили или это какой-то просто ручной поливилизатор для маленьких вот инсектариев и спиноплекса и так далее вы побрызгали два-три раза в день пока вы находитесь там на производстве или где-то там по хозяйству попрызгали два-три раза в день неважно муха попила капельки остались они испарились температура высокая влажность будет держаться где-то она чуть-чуть упадет ничего страшного вопрос только в том чтобы муха могла пить сама влажности и по большому счету не принципиально теперь вопрос с высокой влажности вот выше влажность делать нельзя почему объясню образуется конденсат что в помещении инсектария что в инсектариях изолированных да вот пиноплекса там и так далее образуется конденсат этот конденсат во-первых вызывает рост плесени и грибов всякого рода заразы и так далее но нехорошо и плюс то все стекает на пол потом это жижа там на полу это дичь чего мы только не видели когда ездили на инспектировали производство там модернизацию еще что-то что мы только мы приходили там реально по щиколотку воды в некоторых производствах можете сказать да вытрите вы помойте пол то в конце концов господи болото развелись и во первых это небезопасно во вторых это но производственный когда бардак ну так себе история но самое главное на самом деле повышенная влажность кроме всего прочего создает конденсат на яйцесборниках то есть мухи откладывают яйца в яйцесборнике там образуется конденсат яйца покрываются водой после чего они заслизиваются и погибают вот это самое главное чтобы хотелось отметить потому что ну хрен с ним с низкой влажностью да там будет дополнительная влажность идти от приманки где-то что-то но яйца так или иначе не засохнут но повышенная влажность их убьет однозначно потому что они покроются слизью задохнуть и испортить вот и все это что касается влажности если влажность сильно уж прям повышается но сделайте вы вентиляцию проветривание мы поговорим сейчас про вентиляцию немножечко то есть но пускай проветриваются не разводите вы болото но невозможно иногда приезжаешь на производство но невозможно смотреть опасно красная плесень черная плесень какая только плесень там не растет кошмар бог растет во многих на бетоне ну и давайте поговорим про вентиляцию вентиляции на самом деле тоже не стоит недооценивать потому что как показала практика в больших инсектариях ну где достаточно объемные произведения даже в принципе этом от 200 килограмм в день личинки там инсектарии небольшие в принципе но когда все сетки заняты когда мухи много когда там еще стоит там кубы и так далее температура очень значительно повышается то есть она может достигать 35 37 градусов и охладить это помещение очень сложно вот тут приходит на помощь вентиляция или пассивная или активная вентиляция до вопрос том что там надо сохранить температуру вентиляция относиться очень ответственно и плюс когда излишняя влажность образуется когда много мух они еще и влажность дают излишнюю где а поить их надо все-таки мы настаиваем на том что их надо поить чтобы они пили все-таки они тогда как-то лучше яйца откладывают на взгляд не знаю вот не буду спорить стены получение по не по этому их но все же и влажность ну становится просто чрезмерные даты тогда включается конечно вентиляция и она должна быть мы всегда во всех инсектариях сделали вентиляцию ну потому что в летний период и я уже говорил о том что в летний период дают при полной заселении инсектария проветривай не проветривай дверь открыть бесполезно а дверь открываешь у тебя появляются инвазивные насекомые инвазивные мухи залетают какие-то там мошки и так далее так далее мы собираемся сохранить чистоте инсектарий как самый ответственный этап инсектарий инкубатор два самых ответственных здесь конечно помогает просто система вентиляции вот поэтому кондиционирование системы вентиляции но отнеситесь тоже к этому этапу очень внимательно ну что же я думаю что для такого для такой вводной серии да то есть первая такая вводная серия назовем ее информации более чем достаточно мы получили уже какую-то базовую информацию какие-то азы ну а дальше будем уже с вами двигаться по этапам производства рассмотрим все производственные процессы более подробно скажем так секретов будет немного даже практически я бы сказал что секретов никаких и не будет все выложим как на ладони надеюсь вы нас за это поблагодарите будете подписываться на канал ставить колокольчик напоминаю что у нас есть сообщество в телеграме черную там про все производители черной линке которых мы знаем на сегодняшний день собрались вот практически со всего мира поэтому пишите в комментариях хочу в сообщество мы вас туда добавим там ребята тоже поделятся опытом всегда подскажут там куча литературы каких-то научных трудов то есть и так далее и так далее какие-то патенты там выкладываются накормление ну короче много всякой информации уже насобиралась за это время пока сообщество существует вот так что подписывайтесь на канал ставьте колокольчик добро пожаловать будем делиться с вами новой интересной информацией до встречи в следующей серии